Всем доброе утро! И это первое утро за последнюю неделю, которая уже у нас в Киеве. Да, ребят, мы уже вернулись обратно из Турции. Я, конечно же, снимала немного о том, как мы вернулись. Мы приехали еще вчера утром. Я в течение дня снимала небольшие кусочки, но целый влог не хотела сделать, потому что я немножко замоталась после дороги, так как у нас был вылет в 8.30 утра. В общем, мы очень рано проснулись. И я вам сегодня покажу эти кусочки, которые я вчера сняла. Ну, просто вставлю их уже в этот влог полноценный, чтобы не делать из того какое-то непонятное что-то. В общем, мы прилетели, все хорошо. Вчера у нас был такой день отдыха, а не большого релакса. Ох, господи, потому что хотелось отдохнуть, и сегодня я уже возвращаюсь немножко в строй. У меня, кстати, вот здесь на груди вылезла аллергия на солнце, такие маленькие красные прыщики. У меня такое иногда бывает, если я на море приехала или приехала с моря. Это нормально, оно должно через пару дней пройти, просто из-за активного солнца оно вот это вот вылазит. Несмотря на то, что я мажусь солнцезащитным кремом, тут все было защищено, но вот все равно это происходит. Такое бывает. Солнце сейчас очень агрессивное у нас. Короче, я пойду сейчас умываться. Кстати, вот только сейчас я понимаю, что я, в принципе, хорошо загорела. Там этого я как-то так не видела. Сейчас вот в данной обстановке я уже это вижу. И у нас в комнате беспорядок, потому что вчера не хотелось ничего, не разбирать вещи, ничего не хотелось. Тема немножко свои разобрал. И вот сегодня буду этим заниматься. Сейчас давайте пойдем умоем. Все, у нас, блин, нет зубной пасты. Сейчас надо будет только вот из ребят ее найти, потому что у нас закончилась она. И дальше мы планируем с Темой, господин, он так чешется, планируем поснимать тиктоки сегодня. Вот такие дела. Блин, жалко то, что он тут выйдет, потому что я люблю на тиктоке что-то открытое одевать. Здесь вот у меня прыщи, сегодня придется вот так это закрыть. Я так давно не снимала нормально свои утренние процедуры. У нас в номере просто было очень темно в ванной. И там у меня было нормального освещения, поэтому я не снимала это. И было очень некрасиво все. Все рябилось, темнило, короче, ни о чем вообще. Так что теперь возвращаемся снова к традициям. Мне главное теперь не слишком сильно тереть свое лицо, когда умываюсь. Вообще, потому что тереть лицо сильно это вредно, а у меня, блин, привычка. Я обычно вот так его драю. А во-вторых, если я буду его сильно тереть, у меня слишком сильно загар с него смывается. Поэтому теперь я просто глажу свое лицо, когда умываю, чтобы оно оставалось подольше смывленьким. Ибо, как вы знаете, ребят, я люблю загар. Очень люблю, но соляриями пользоваться не буду. Короче, так и выживаю. Все, пойдусь, ну вот. Как, правда, выключить камеру, у меня руки в пение. Посмотрю, тут мимички вампира. Обалдею! Вечера, кстати, смотрела. Артем полдня спал. Ой, не сюда, тут пауза надо сделать. А Артем полдня спал после перелета. А я валялась, смотрела дневников, потому что скучилась очень по ним. Пока была на морочке, там интернет был плохой. И, соответственно, какого фига надо смотреть на море сериалы, не надо. А, сейчас так приятно снова смотрю. Скучала. Я, кстати, думала, что я очень хорошо помню сюжет дневников вампира, потому что он мне очень нравился, этот сериал. Я его часто, ну как, долго смотрела. А оказывается, нет столько как будто нового, как будто его там и не было, когда я смотрела сериал первый раз. Приятно, приятно. Так, я пойду сейчас готовить завтрак. Не знаю, правда, что. У нас в том холодильнике не особо много есть еды, потому что перед тем, как уезжать, мы выбросили все, что может испортиться или завоняться в холодильнике. Поэтому сейчас посмотрю, есть ли там вообще что-то, что можно было бы приготовить. И если есть, будем делать завтрак. На самом деле, так бы хотелось сейчас просто спуститься в ресторан, набрать в тарелочку еды, сесть и покушать. Да нет. Теперь я надо готовить. Это ужас. Очень тяжело всегда это делать. После возвращения с отдыха. Блин, капец. Посмотрите, какое оно красное. Ужас. Ладно, ребят, пойдемте делать завтрак. А потом надо поубирать. И Артемычу хоть тиктоки поснимать. Расписание, конечно. Ну что, будем скоро кушать. Первую за неделю готовлю. Непривычное чувство. Решила делать сырники сегодня на завтрак, потому что творог единственное, что у нас было в холодильнике, из чего можно вообще приготовить что-нибудь. Все остальное, там только соусы, яйца и все. Так что делаю сырнички. У нас на кухне какой-то жуткий беспорядок. Я не знаю, что здесь происходило, пока нас не было. Но тут максимальный срач. Надо будет поубирать все это на днях. Жарю малышей, как обычно, недосырники, перри, оладики, творожные панкейки, как кто их еще называет. А я люблю такие, какие они есть. Вот так вот. Мы будем завтракать. Да, у нас завтрак, мы хоть проснулись сегодня, сколько, 8 с чем-то там, но завтрак у нас все равно в 12. Она замерзла. Задубела. А ну давай. О, идет, она выходит. На тарелку просто налей, а не на этот, а не на сыр. На тарелку налей, ну ее немного там, на тыкном. На, я же тоже хочу. Ты сейчас все. Почему? Я чуть-чуть вот так. Е-е-е, все. Стой, налей мне на тарелку рядом туда. Нет, сюда налей. Это твоя, это моя тарелка? Отлично, я рада. Хватит тебя? Нет. Еще чуть-чуть. Конечно, мне еще много надо. Хватит? Причем, просто налей на тарелку, будем вымокать в тарелку. так он не льется ну подожди ты же понимаешь то что когда ты льешь на тарелку и потом больше оставляешь на тарелке нет я поверь я ничего не оставлю на тарелке так залипательно течет хватит да точно наверное а теперь вот можешь не останавливаться пускай вся вытекает как тебе обратно после турции быть дома хорошо хорошо я немного приболел или не приболел или простыл и называть меня говорит горло и ноги сопли еще плохо бомба лучше конечно это просто опять пришел на тарелку положил и съел а я жарила стояла ой у меня спина кстати болит я не знаю почему но я иногда летела в самолете сидел может как-нибудь неудобно меня защемило какой-то нерв между лопатками но мне теперь больно в некоторых моментах очень спине на не больно не знаю нет не знаю когда это придет надеюсь скоро потому что очень неприятно мне сложно выровнять все мы кушаем и вам приятного аппетита тоже ну короче я немножко здесь по убирала вытерла столешницу то что она уже просто было в шоке помыла плиту потому что тоже очень жирная была раковина помыла потому что на ней такие знаете налет был уже короче большой теперь чуть-чуть легче она из стола вытерла потому что тоже уже в крошках было капец просто так что фактически на кухне почти убрано а еще оставь нашла блин в ящике у нас были испортены овощи кто-то про них наверное забыл точно не наши не знаю чьи короче я выпусил потому что мы уже воняли ужасно бывает и такое реалии жизни большом доме большое количество людей а что тут шо вы голубки 4 тони вас и 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 слушайте помыла голову и так сейчас кайфую с волос во первых я привыкла к тому что они вечно сухие у меня на море и из-за соли и хлорки и плохой выдержки и бальзама на волосах потому что постоянно времени нет они были очень сухие а сейчас я хорошо подержала маску и не такие прям очень нравится плюс они мне чуть-чуть выгорели короче я просто обожаю себя после моря вот не знаю мне прям очень нравится когда легкий загар выгоревшие волосы вовсе не тащусь правда сейчас еще на конце нанесу масло и вообще будет полтешь просто все я буду краситься и снимать тик токи артем заставляет для неба не снимал не так ли сегодня снимать но тема сказал на посмотрите какой хвост красивый сейчас не знаю вот мне прям очень сейчас нравится волосы мои после сегодняшней мойки я использовала маску для вьющихся волос у меня их две от опиум 1 увлажняющий другая для вьющихся волос так вот я не могу понять эта маска для вьющихся волос делает их наоборот более прямыми и наоборот делает больше кудряшки потому что судя потому что я сейчас вижу она наоборот их делать более прямыми надо почитать что вообще написано на этой упаковке но вот мои вечные вечные кудрявые прятки как бы я не сушила волосы с феном без фена даже если я их выпрямлю плойкой все равно через время вот эти мои штучки на душами снова станут кудрявыми моя жизнь мы сейчас пойдем снимать тик токи я накрасилась очень непривычно видеть себя накрашенный только общение что меня под фотошоп или в реальной жизни вот после моря честно скажу надела штаны которые с момента покупки еще ни разу не носила белые для тик токов и топ не знаю насколько это сочетаемо это несочетаемые вещи но просто для тик тока все равно главное чтобы фигура красиво не знаю как объяснить короче попыталась что-то собрать сейчас посмотрю как это в кадре будет выглядеть чем вот на лекции сейчас на своей сидит в универе на дистанционной погнали итак мы снимаем тик токи я желтая сильно стала ничего не поменялось короче тик токи получаются классные я выставила тик ток который мы сняли у нас во дворе раньше чем влог в котором сказала что мы прилетели который вот я сейчас снимаю и всех комментариях там типа в смысле вы чего уже прилетели я пропустил что не посмотрел лук нет вы все посмотрели просто еще не вышел влог поэтому тоже запутались собственно говоря что хотел сказать а я вам так и не рассказала не показала кусочки как мы летели обратно в киев поэтому сейчас пока мы будем снимать остальные тик токи предлагаю вам посмотреть процесс нашего перелета обратно приятного просмотра всем доброе утро очень очень раннее утро сейчас 4 18 и мы с артемом уже сейчас будем лететь домой обратно в киев пока что мы летим только вдвоем с артемом вся наша остальная компания улетает аж четыре вечера нам немножко не повезло с рейсом и временем вылета мы улетаем прям рано рано у нас 8 8 20 или 8 35 самолет поэтому мы намного раньше ребята еще остальные успеете позавтракать в отеле или не пообедать наверное еще успеть сегодня позагорать отдохнуть но не мы к сожалению ждем сейчас наш трансфер солнышко проснулся чемодан наш рюкзак мы еле закрыли чемодан потому что в нем там было и вино и сладости и все это очень плотно несколько коробок сладостей нам пришлось вручную кладь взять потому что все очень плотно там было надеюсь у нас не будет перевесок и все будет нормально все ждем наш автобус больше пока новостей нету как-то я так приторможена немножко не могу сказать что я хочу спать но вот такая легкая заторможенность какая-то есть спасибо нашему отелю и премиум который принял нас на эту недельку нам очень понравился красиво в нем очень и классно я бы реально с удовольствием еще на дня два в нем осталось вот так знаете посидеть чисто в отеле никуда не вылазить просто втыкать у басика возле моря очень классная территория здесь все таки мы уже идем к самолету все хорошо прошли мы не супер быстро все это очереди прям были небольшие и на паспортном контроле и на чемоданах в общем но ничего нормально мы пришли кстати уже под конец посадки поэтому очередь не стояли ну странно посадках то очень быстро если сказать нам сказали что она уже заканчивается просто идти помоги ростик надо подругать мы прилетели на мой там а говорит соскучился почем ты соскучился как-то мне вышел воздух наш приятный воздух наш не такой влажный типа пока самолет все мы пришли забрать багаж тема ждет чемодан чтобы его поймать своими сильными руками кстати чемодан на обратном пути у нас стал 31 килограмм я думала что нам скажет перевес но нет его нормально взяли женя орел уже возле терминала ждет нас отвезет нас домой так что скоро будем дома вот он вам снять вот он как малыш все мы официально прибыли это женя орел у которого очки выглядят издалека как леопардовые я всегда а это рэй-бэн написано но мне всегда издалека так если смотреть они как леопардовые ну ничего спасибо за обзор же я разобрал с аэропорта и мы сейчас заехали в маг взять еды то что мы с тем уже очень поголодались покушаем и будем ехать дальше домой мы даже до дома решили не доезжать а остаться покушать прям тут а а а а и а и и и и и и Самая надежная подруга с мотором Лада Приора Это Лада Приора Львиное сердце вместо мотора Катаемся на скейте Жени Мне кажется паниборд такой длиной как размер на ежене Просто напишите в комментариях умеете ли вы кататься на скейтборде Если умеете то как давно научились Мы решили с ребятами не сидеть вечер дома и выбрались на двойное свидание Короче, приехали мы пожрать просто Это мой парень, если вдруг кто-то пропустил Это моя подруга Ася, если вдруг кто-то пропустил А это мой друг Женя, парень Аси Ася, девушка Жени, если вдруг кто-то пропустил Это кальян Это суп, который я наполовину съела, поэтому он уже не очень красивый Это роллы, они все так же красивы И бургеры я бы показала, но их уже очень быстро втоптали Так что у нас вкусный ужин сейчас И будем ехать после этого домой Вам тоже приятного аппетита, потому что я знаю, что вот ты по-любому сейчас хаваешь какие-то пельмешки вкусные с майонезом Надеюсь, тебе вкусно Все, мы вернулись домой Все хорошо, мы отлично посидели Покушали вкусно День, правда, у меня сегодня в плане таких домашних вещей получился непродуктивным Потому что я не разобрала до сих пор свои вещи У нас в комнате до сих пор беспорядок И мы не купили продукты Это вот важные дела, которые сегодня надо областивать, но я не сделала За это я себя немножко ругаю, но ничего Завтра исправлюсь Зато мы сегодня поснимали классных тиктоков довольно много И еще парочку дней у меня будет выходить, потому что мы сняли с запасом Это классно Что из важного? Значит, кусочки, которые я сняла, как мы влетели сюда, я вам показала Надеюсь, там было все понятно, вам понравилось Завтра мне нужно будет обязательно записаться на маникюр Потому что ногти ужасно отросли за время поездки Как бы пора переделать это дело Также мне надо будет обязательно заехать в какой-то магазин с косметикой И купить себе шампунь И купить зубную пасту Потому что это то, что прям самое важное закончилось А вообще я хочу сделать заказ на мейкапе Который давно уже, блин, планирую сделать, но никак не сделаю Также нужно будет еще поснимать тиктоков завтра Нужно будет съездить к своей подруге В общем, там ситуация Одна случилась, одна моя подруга, хорошая знакомая Попала в больницу Не волнуйтесь, там ничего очень страшного Но просто такая ситуация неприятно сложилась И я хочу ее поехать навести Поддержать, скажем так Потому что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации Я думаю, вроде бы все важное на завтра Уборка, видосы Навестить подругу Записаться на маникюр И заехать в магазин за продуктами и за косметикой Как я надеюсь, что я умудруюсь каким-то образом завтра все это сделать Я очень на это надеюсь Еще, ребят, скорее всего Я, наверное, возьму для себя, наверное, дня 3 выходных от влогов Честно скажу Пока была в Турции Я как-то думала изначально, что поеду в Турцию И сделаю там себе небольшой отдых Не буду там снимать каждый день Немножко от камеры отдохну Но, если честно, не получилось Все было так интересно, что мне действительно хотелось все это снимать И каждый день я была с камерой И помимо этого еще мама и бабушка вокруг все снимали Дополнительно мы снимали видео для Артема и для мамы еще, короче, очень много всего И как-то я там немножко подустала, если честно И сегодня скажу Правда, мне было как-то тяжело записывать видео Вот, не знаю, как-то такого вдохновения сильно не было Поэтому я хочу взять небольшой перерывчик 3 дня себе просто сделать отдых от камеры Чтобы соскучиться по вам Соскучиться по видео Соскучиться по всему этому процессу И чуть-чуть, в общем, отойти от этого На 3 денька с завтрашнего дня я уйду Но думаю, что буду немножко появляться в сторис и в тиктоке Так что совсем я не пропаду Но сами влоги от 3 денька публиковать не буду Надеюсь, что вы поймете У меня давно не было таких выходных нормальных в плане съемки Я обычно делала себе перерыв там на день А 3 дня такого уже очень давно не было Я бы хотела вот так расслабиться немножко Я уверена, что на 3 день у меня уже будут чесаться руки Я буду хотеть взять камеру и уже что-то вам снять и рассказать Но ничего страшного Я специально хочу вот так вот себя подержать без камеры Чтобы потом действительно соскучиться Поэтому будем взять ее и уже с максимальным удовольствием снова это сделать Так что, кто вдруг не хочет меня совсем потерять То, конечно, подписывайтесь на инстаграм И подписывайтесь на мой тикток Это все будет в описании Пока что я, наверное, пойду отдыхать Мы с Темой теперь запланировали себе рабочий режим с 9 утра В 9 мы просыпаемся И где-то с 10-11 уже начинаем что-то снимать, работать, что-то делать Потому что нам уже нужно продолжать снимать дальше шоу Нам нужно работать на тикток Он тоже больше уделяет ему достаточно внимания В общем, надо вливаться в рабочий режим и не отставать Кстати, уже 15 числа в день, когда выйдет этот влог, выходит новый выпуск Paris Show Второй выпуск Он будет очень мощный Задание, которое нам дали мальчики, оно было охеренное Я уверена, что второй выпуск вам понравится еще намного больше, чем первый Поэтому обязательно, обязательно, обязательно переходите к Артему на канал И смотрите этот выпуск Я очень надеюсь, что вам понравится Ладно, ребята Я буду ложиться отдыхать Тема уже храпит Он немножко приболевший, как я говорила И горло под ветер что-то говорит Опять начало сильнее болеть Поэтому он уже лег спать И я сейчас тоже пойду Желаю вам сладких снов и хорошего дня Если у вас есть какие-то важные дела Не залипайте дальше в ютубчике сейчас Выключайте ютубчик И идите работать Делайте то, что вам нужно Не прокрастинируйте И давайте А если вы очень устали Или у вас был очень тяжелый день Возьмите себе выходной Так как собираюсь сейчас сделать я Это очень сильно разгружает, помогает И не ругайте себя за то, что вам хочется отдохнуть Это действительно полезно Это нужно, это важно Так вы продолжаете поддерживать свою мотивацию К работе и развитию дальше Так что выходные себе тоже нужно делать А если у вас есть какие-то косяки Которые вы давно не можете закрыть Вот сейчас после этого видоса Пойдите и займитесь этим Все, хватит уже это все дело откладывать Жду вас через 3 дня В своем новом влоге А пока что Приглашаю вас в инстаграм Тикток И также на Пари шоу Все, всем пока, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!